Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить рождественское имбирное печенье. Итак, какие ингредиенты нам понадобятся? 350 грамм просеянной муки, 150 грамм сахара, 2 яйца категории С1, здесь 120 грамм меда, на этом ингредиенте лучше не экономить, от него будет очень сильно зависеть вкус самих печенюшек. 1 чайная ложка соды, 85 грамм хорошего сливочного масла, пол чайной ложки корицы и 2 чайные ложки имбиря. Эти ингредиенты, по идее, можно варьировать их количество, в зависимости от того, насколько коричными или имбирными вы хотите сделать свои печенюшки. Ну и последний, один из самых важных ингредиентов, так сказать, нам очень нужны именно рождественские формы, которые и придадут печенью новогодний дух. Здесь у меня различные трости, снеговики, снежинки, человечки и перчаточки. Именно в таких формах мы будем вырезать печенье. Итак, приступаем! В сотейнике с толстым дном мы сейчас будем смешивать ингредиенты. Яйца, сахар, масло и мед. Вот. Готово! Я отмерила все ингредиенты. Теперь ставим кастрюлю на средний огонь и будем постоянно помешивать лопаточкой, чтобы яйцо у нас все-таки не сварилось, а все ингредиенты, такие как мед, сахар и масло, растаяли. Практически все ингредиенты, за исключением этого маленького кусочка масла, у меня растаяли. И сейчас сюда нужно будет добавить одну чайную ложку соды. Сода, когда прогреется вот эта медовая смесь, она сделает ее более светлой и пышной. В зависимости от температуры смеси реакция начнется сразу. Или если вы еще подержите на огне сотейник несколько минут, вы увидите, как смесь начнет белеть. Так, я увеличила температуру до 8 и ввожу одну чайную ложку соды с горкой. Начинаю интенсивно замешивать. Когда она растворится, и у меня еще не до конца прогрела смесь, она сразу станет пышной, посветлеет. Уже, в принципе, она стала чуть более такого светлого цвета. Дальше будет лучше. Смотрите, как изменился цвет. Мед вошел в реакцию с содой. И вот что у нас получается. Я оставлю на плите, это еще буквально на минуту. Буду постоянно помешивать. Такая тягучая, светлая смесь. Камера не передает, но я вам точно заверяю, что смесь еще больше посветлела. Стали выступать пузыри. Именно вот в таком виде мы снимаем ее с плиты. Теперь смешиваем сухие ингредиенты. К муке добавляем пол чайной ложки корицы. И сейчас две с горкой ложки имбиря. И все перемешаем. Ммм, таким невероятным ароматом уже наполнилась кухня. Уже такое праздничное настроение. Его создает корица и имбирь. И сейчас мы сюда будем вводить медовую смесь, которая у нас как раз снята с плиты. Еще раз посмотрите, какой пышной стала медовая смесь после введения соды. Прогревание дальнейшее помогло еще больше посветлеть. И сейчас мы соединяем вот эти два ингредиента, сухие и жидкие. Перемешиваем. У нас получится липкое такое тесто, которое, постояв 10 минут при комнатной температуре, станет более стабильным. Дальше мы на 10 минут его уберем в холодильник, чтобы оно удобнее раскатывалось. А пока объединяем все ингредиенты. Руками перемешивать не надо. Тесто достаточно липкое на этом этапе. Вымешиваем все лопаткой. Вот такое тесто, немного похожее на ириску, получилось. Сейчас мы дадим ему постоять при комнатной температуре 10 минут. А потом на 10 минут уберем в холодильник. Итак, тесто постояло. В холодильнике я отщипнула уже одну где-то столовую ложку. Раскатывать я тесто буду прямо на пергаменте, на котором будет выпекаться печенье. Пергамент я также присыпала мукой. Сейчас я перекладываю тесто. Его можно также немножко дополнительно обвалять в муке, чтобы оно было менее липким. И буду раскатывать. Пока работаете с кусочком теста, остальное тесто вновь поставьте в холодильник. А первый кусочек мы раскатываем очень-очень тонко, практически до просветов. И вырезаем печенье по заготовленным формочкам. Чем толще будет раскатано печенье, тем мягче оно будет. Пока работаете с первым куском теста, поставьте духовку на 180 градусов разогреваться. И запекать их, выпекать их нужно будет 5-6 минут. Вот такой вот толщины должно быть тесто. Сейчас я буду вырезать формочки. А дальше ставлю уже в духовку. И буду работать с другим куском теста на втором листе пергамента. И так поочередно буду выпекать партию за партией. Первая партия печенья сделана. Это обрезки, которые я удалила вокруг печенья. Возвращаем в холодильник. И берем новый кусочек теста. И продолжаем работать. Вот как выглядит первая партия готового печенья. Оно подрумянилось. Сейчас его надо будет аккуратно снять с подноса и положить на ровную поверхность. Оно достаточно гибкое в данный момент. Как только оно остынет, оно станет твердым. Вот такое количество имбирного печенья получилось пару часов спустя. Печенье, как вы видите, тонкое. Очень хрустящее. Прямо как финское. Дальше, по желанию, печенье можно украсить сверху глазурью или шоколадом. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok